ПАССИВНОМ ЗАЛОГО Приветствую, с вами Достон. Сегодня мы с вами исправим самые часто ошибки в пассивном залоге. Напомню, что к пассивному залогу прибегает в том случае, если не само подлежащее выполняет действие, а наоборот, оно испытывает на себе воздействие, исходящее от сказуемого. В данном случае понятно, кто выполняет действие, либо этому не придается значением. Главное, результат этого действия. На прошлых выходных я был с моей подругой, и разговор пошел о пассивном залоге. Да, так и живем. Я начал говорить о глаголах, а именно про was и were, и пришел к заключению, что многих студентов путают именно это, и она частенько путалась в них. И в конце и я был сбит с толку. Дело в том, что многие студенты думают, что каждое предложение, содержащее в себе глагол is, was и were, это пассивный залог, но это совсем не так. Вот, к примеру, предложение в Active Voice. I mail the letter. I – subject – подлежащее. Совершать действие находится в начале предложения. И the letter – письмо. Это, конечно же, object – дополнение, находится в конце предложения. Если мы перевернем предложение и поставим дополнение the letter в начале, перед глаголом, то мы получим предложение в passive. The letter was mailed by me. Subject не обязательно в таком предложении. А если вы хотите узнать, предложение в passive или нет, то попробуйте давать в конце by кем-то. Но без дополнения никак не обойтись в пассивном залоге. Вот предложение в активном залоге. We run. Из него вы никак не сделаете предложение в passive без добавления чего-то. Дополнение. Но давайте вернемся к нашему предложению. The letter was mailed by me. В нем есть глагол was. И многие думают, смотря на такое предложение, ага, это пассивный залог, потому что в нем есть was. Но was не причина, это просто связующее звено. А причина в том, что объект действия, the letter, находится на месте субъекта, подлежащего. Was связывает с предложением. Однако вот вам предложение в актив с was. I was running. I, тот, кто совершает действие, все еще на месте подлежащего. Время pass continuous используется, чтобы сказать, что что-то случилось в прошлом, но что-то вмешалось в этот процесс. Это хорошо прослеживается в длинных предложениях. Вот пару примеров. We were running when it started to rain. I was running when Sasha called on my cell phone. Was, were в этих предложениях не имеет ничего общего. Spassive voice. Это просто называется вспомогательным глаголом. Стоит перед основным глаголом и, конечно же, в форме pp. Задачей сегодняшнего урока не было выучить всевозможные формы глаголов. Самое главное – это убедиться в том, что предложение в пассивном залоге. Для определения просто задавайте себе вопросы. Object – дополнение на месте subject – подлежащего. Я еще могу добавить by кем-то в конце предложения. Не на том, чтобы определить, есть ли в предложении was, were или is. Все предложения в passive имеют форму глаголов to be, как was, were или is. Но не все предложения, которые имеют эти глаголы, работают в пассивном залоге. Не отчаивайтесь, если вы чего-то не поняли. Даже некоторые носители языка этого не понимают. Самое главное – это практика. Это можно делать на сайте puzzleenglish.com. Прямо сейчас проходите небольшое упражнение по ссылке в описании к этому видео. Я с вами обращаюсь, но еще увидимся. See ya!